Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 октября и у нас как всегда ирония судьбы. Весной, когда вот это тепло нам нужно было, когда бедные растения тряслись от холода, высаживали мы их в заморозки, не было тепла. Теперь в октябре, когда мы все огороды убрали, все у нас голо, чисто, теперь у нас установилась жара. Это 23 градуса, вообще, лето, ну вы видите. Еще один год прошел, сижу на том же месте, даже в той же самой одежде, что и в прошлом году, и начинаю заготавливать грунт для рассады, и начинаю все снова рассказывать. Конечно, в прошлом году я уже снимала подробнейшее видео о том, как я делаю эту грунт для рассады, Но, так как в том году нас было меньше намного, в том году нас было 50 тысяч, а нынче уже около 150, и я уверена, что многие не видели мое видео, я начинаю все сначала. Если кто-то думает, что у нас сезон начинается весной с посева, с подбора семян, то я вам открою маленький секрет. Сезон 2012 начинается, вот у меня с сегодняшнего дня, например, или даже со вчерашнего, когда я готовила грунт в теплицах, сезон начинается у нас с подготовки грунта. Я искренне считаю, что качественный грунт это основа всего, основа нашего успеха, основа большого урожая. Конечно, там еще много других слагаемых, о которых я буду позже рассказывать, но грунт это наше все. Начинаем. Каждый год я вот в прошлом году в августе делала, сейчас в октябре позволяет погода, у меня уже заранее здесь занесено, я могла бы и позже еще сделать, потому что вся земля заготовлена. Но когда как, когда есть свободное время, тогда и делаю. И не все сразу, я вот сейчас вышла, 5 лоточков сделаю, поставлю их, завтра могу еще сделать, но когда есть свободное время. Но всегда это осенью, потому что весной уже некогда, и так как я начинаю в январе уже посевы, у меня должно быть, лотки должны быть наполнены качественным, плодородным, сбалансированным грунтом. Но если даже не лотки, то этот грунт хотя бы пусть лежит готовый в мешках. Все. Зачем делать дополнительную работу? Многие до сих пор не понимают, зачем мучаться? Вот это вот, как говорится, грязные руки у нас будут, все это лишний раз, когда можно пойти в магазин и купить. Но вы прекрасно знаете, что в последнее время много очень нареканий на качество магазинного грунта, и очень часто люди пишут, то заразились белокрылкой с грунтом, потому что не секрет, есть не очень добросовестные, ну как, производители, продавцы этого грунта, и многие подозревают, а некоторые даже знают точно, что продается и выработка степлиц, когда грунт меняют. Люди считают, что выбрасывать этот грунт не стоит, раз можно на нем заработать, и мы можем получить в магазинных пакетах некачественный грунт. Но я не говорю, что весь грунт в магазинах некачественный, вот Ирина Горшкова предложила даже нашим зрителям, нашим огородникам делиться данными, кто покупает какой грунт и какой фирмы, грунт хороший, которому можно доверять. Я сразу сказала, я не могу таких сведений дать, потому что я не пользуюсь, не знаю, 15, может быть даже 20 лет уже на протяжении всех этих лет, делаю грунт свой, потому что когда-то я покупала тоже магазинный грунт, когда работала, и после того, как я первый раз делала свой грунт, ну, дочиталась где-то в журнале раньше, интернета еще у нас не было, я сразу почувствовала разницу и сразу перешла на свой грунт, один раз и навсегда, безоговорочно, бесповоротно, как бы не было это труднее, как бы не было это, ну, больше трудозатрат на выращивание, но результат превосходит все ожидания. Все, делаю грунт всегда свой, всегда-всегда-всегда, и только в своем хорошем грунте я точно знаю на 100%, что я могу вырастить, я уже заранее знаю, что у меня рассада вырастет крепкая, здоровая, а если свои семена и еще свой грунт, то это вообще прекрасно. Все, про грунт. Вот преимущество своего грунта я уже сказала, земля у меня свежая, я точно знаю, что здесь никто ничего не выращивал, здесь нет никаких искусственных добавок, никаких заболеваний от предшественников я не получу, вот свежая земля, и заготавливая свой грунт, я могу делать добавки по своему желанию, если, например, в прошлом году я говорила, что я на каждое ведро вот такого грунта добавляю ложку золы, это и профилактика вершинной гнили, и обогащение различными макро- и микроэлементами, то в этом году, скорее всего, я буду добавлять минеральное удобрение, но все мои постоянные зрители знают, что золы у меня нет, канал золы, короче, прекратился у меня поставка золы, все, и поэтому в старых справочниках у нас написано, что при приготовлении вот такого вот своего грунта можно добавлять суперфосфат, мочевину, и добавляя своими руками вот эти добавки, вы уже знаете, брысь, Надя, Надюша, брысь, что в этом грунте есть, а что нет, и заранее делая грунт плодородным и сбалансированным вот с этими всякими макро- и микроэлементами, вы уже избавляете себя от необходимости делать потом рассаде подкормку, я никогда рассаде на всем протяжении вот от посева семени до высадки в открытый грунт подкормок не делаю вообще, потому что это по времени, у меня нет времени, и во-вторых, зачем делать подкормки во время вот этого роста, когда можно заранее сделать плодородный грунт, им этого хватает, если здоровые семена, хороший грунт, все. И еще одно преимущество, когда мы готовим свой грунт, мы можем позволить себе добавлять туда только натуральное все, вот, например, как у меня чернозем натуральный, перегной, потом перегной животного происхождения, можно туда перегной листового происхождения, вот всякие и хвойные опаты, и это же зола, люди добавляют опилки, ну все, 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 но мы будем знать, из чего он состоит, и что мы от него ожидаем. Ну и все, вот преимущество, по-моему, все знают, единственное, что трудно, ну вот эта вот заготовка этой земли, где ее брать, но у меня есть видеоролик, я всегда говорю, что мы были моложе, когда выезжали купаться, выезжали за грибами, в каждую поездку у меня с собой вот эта вот копалочка и мешок из-под 5-гилограммового этого сахара. Ни из одной поездки я не приезжала без дерновой земли, или без листового перегноя, или без какого-то чернозема, один раз ездили на рыбалку, на утку, там вообще я вот так дерновый слой подняла, там черная земля, вот жирная такая, ну как приехать домой без этой жирной земли? Конечно, я напластала, пока муж рыбачил, он пришел в шоке, у меня полная машина, тут эта земля набрала мешок коровьих лепешек. Ну представьте, для другого это может быть дико, ходит такая женщина и собирает горюшки коровьи в сумочку, наберу одну сумочку, унесу, еще наберу, унесу. Короче, он пока наловил рыбу, я набрала все, что мои душики угодно, коровьих лепешек, черной земли, там это листового перегноя, я ехала такая счастливая оттуда, но это было так всегда. Сейчас, конечно, мы реже ездим, сейчас я по-другому добываю свои сокровища, ну просто покупаю, вы видели, я показывала вам кучу земли, кучу перегноя, и у меня есть еще компостная куча, и вот эти вот всякие мои отходы со стола, полную бочку я набираю за сезон, там и, ну всякие очистки, луковая шелуха, скорлупа, все это тоже питание для наших растений. Ладно, я увлеклась, пойдем дальше. Короче, все поняли, что свой грунт это здоровая, крепкая рассада, и впоследствии хороший урожай. Все начинается именно вот из этого, это первое, первый исток, земля, земля хорошая, хороший урожай. Земля неизвестна какая, но ждете, неизвестно, что будет у вас. Конечно, не у всех есть возможность вот так собирать, копаться, это хорошо, я в частном доме, я навалила себе кучу, хожу среди них такая, попиваю песенки. Если уж нет возможности свой грунт составлять, ну тогда, конечно, хотя бы поинтересуйтесь, какие фирмы хорошо себя зарекомендовали, чтобы не было вот такого разочарования. Некоторые говорят, что посеяли семена хорошие, дорогие, все, началось вот это что-то с грунтом, и пропали семена, и пересевать уже поздно. Это очень страшно, когда вот такое разочарование, на следующий год, наверное, даже и садить неохота. Все. Теперь о самих грунтах. Какой грунт выбрать? Конечно, есть какие-то стандарты, но я сразу скажу, что существует много вариантов, и все зависит от ваших регионов. Я как в прошлом году говорила, и нынче скажу, что вот у нас нет торфа, у нас нигде нет торфа, у нас песчаные почвы, мы по берегу реки, у нас вот бедные песчаные грунты, у нас черная эта земля, и то она не совсем черная, а с примесью песочка или с примесью глины. Поэтому торфа в моем грунте никогда нет. И не верьте, если вы прочитаете в какой-то книге или в статье в интернете, что торт нужно добавлять обязательно, что он необходим, это все неправда. Я всю жизнь обхожусь без торфа, но если нет торфа, ну где его брать? Ну все, я об этом закончу. И вот смотрите, всегда даются рецепты, и все рецепты разные. Я в прошлом году говорила, что вы-то выбираете, который подходит к вам. Есть вот, например, рецепт. Две части перегноя, одна дерновая земля. То есть вот такой тоже может быть. Хотя некоторые, ну очень умные огородники говорят, что в плодородном грунте нельзя рассаду высаживать. Должен быть грунт беднее, чем потом, когда вы высаживаете. Ну чем постоянное место. А если у нас на постоянном месте песчаные бедные грунти, куда уже беднее. Я люблю высаживать свои, выращивать рассаду в плодородном, в жирном грунте. И это мне не мешает получать хороший урожай, хорошие растения. Ну короче, вот начинаем. Можно два перегноя, одну дерновую землю. Можно два перегноя, два торфа. Это я имею в виду части. Ну например, ковшами. Вот два ковшика перегноя, два ковшика торфа. Можно два дерновой земли, три перегноя. Можно один перегной, одна дерновая земля. Можно добавлять песок, можно не добавлять песок. Вот это мой рецепт моего грунта. Я делаю половину перегной, половину герновая земля. Все перемешиваю. Добавляла золу. В этом году добавлю немного суперфосфата. Одну ложку на ведро грунта. Все. И опять же говорю, менять можно хоть как. Как бы вы не заменили, главное, чтобы компоненты были не зараженные, не было никаких огородных болезней. Главное, чтобы они были чистые. В прошлом году я показывала даже, что я второй раз использовала. После выращивания первый год рассады, мне просто было жалко, более стоящих были набиты у меня землей и выбрасывать куда-то. Я просто пролила средством фитоп флорес. Я вам дам ссылку на прошлогоднее видео, вы посмотрите. Вырастила еще раз в этом же грунте. Но если вы еще хотите раз использовать этот грунт, то я бы все-таки перегнойчику-то добавила, чего-то питательного. Потому что первая партия, которая в первый год выращивалась, она все-таки перегной, ну как, плодородие понижает сильно. Все. Короче, каждый делает по своему усмотрению. Если есть зола, обязательно добавляйте золы. Это очень хорошо. Во-первых, я вам говорила, вершинки не будет никогда. Пока я работала с золой, ни разу не было у меня вершинных гнили. Потому что, ну это кальций дополнительный и все. В конце вот этого видеоролика хочу еще раз, особенно для новичков, повторить, что составление земли это очень важно. Это самая важная процедура на протяжении всего. Мы здоровье наших растений, вот сейчас уже заботимся о их здоровье, закладываем вот этот урожай. Это, ну как некоторым, некоторые это все не совмещают. Они не думают, что сейчас я вот это делаю, это значит, я себе уже обеспечиваю хороший урожай на будущий год. Ну если говорить, опять же, про составляющие, я вот около кучи земли все это рассказывала, где я беру. Можно купить, я покупаю перегной землю, можно съездить на поле набрать. Если вы выращиваете немного, не как я, 2000 корней, а там, например, 100, 200 или даже 300, можно вполне обойтись, как я раньше делала, сумками навозить. Главное, чтобы было все равномерно, чтобы немножко было и земли, немножко было и перегноя, все. Просто единственное, что, тут самое главное, чтобы у вас было желание приготовить как можно лучше свой грунт. Чтобы вы отнеслись внимательно, конечно, я понимаю, проще купить в магазине, это все сложнее, но самый простой и самый короткий путь не всегда лучший итог у нас, результат. Нужно все-таки постараться. Все, сейчас я вот буду делать. Надеюсь, вы все поняли. Я в прошлом году все рассказывала, начал уже вообще еще раз, еще подробнее рассказала. Беру землю, беру перегной и раскладываю в лотки. Завтра постараюсь рассказать вам про лотки. Я в прошлом году рассказывала, лотки у меня разные и отличаются. Те, которые я сейчас готовлю, посевные, и те, которые будут у меня для распикировки, более глубокие, пикировочные. И у меня еще есть два вида лотков, которые я вообще вам не советовала бы брать себе. Они очень неудобные, но это по моему мнению. Все это я вам обосную, расскажу. Но пока буду сейчас раскладывать землю. Все, до свидания.